Продолжение следует... Доброе утро, Валерия. У меня вопрос следующий. У нас обычно идей много, а рук квалифицированных, которые бы эти идеи воплощали в жизнь, не хватает. Вот если бы вы открывали свой стартап в сфере роботов, где бы вы искали классных робототехников и как бы мотивировали смышленных ребят работать именно у вас? Ой, какой четкий большой вопрос. Первое. У нас одно из лучших технологических образований в мире, и я говорю об этом не с позиции ложного патриотизма, это правда. Если вы поедете в Кремниевую долину, там такое количество людей говорят по-русски, вы просто даже себе не представляете. Выпускники, бауманки, МФТИ и ИЖИ с ними, да, многие из них софтверщики, но поверьте мне, они как бы быстро умеют разбираться железом. И, в общем-то, пример Кремниевой долины это доказывает. Люди с правильным подходом смогли быстрее разобраться в робототехнике и начать строить успешный бизнес, чем люди вокруг традиционных кластеров робототехники где-нибудь в Бостоне и в Питтсбурге, которые хорошо знали роботов, но как бы плохо понимали, как строить бизнес. То есть этому можно научиться. Второе, с точки зрения мотивации, вопрос не праздный. Есть такая проблема в Кремниевой долине. Человек выходит из Стэнфорда, да, и он думает, можно свой стартап создать, можно пойти работать в стартап, а можно пойти в Google, а жизнь удалась, как говорится. Это вот с таким чеком на первый же год, да, с бесплатной едой, и мы как бы замучимся перечислять. Во-первых, нужно все-таки искать людей с правильной мотивацией. Есть люди, которым надо идти, как бы, ну, нужно идти в большие корпорации, и вы, пытаясь как бы их перестроить, вы ничего не добьетесь. Но вам на руку играет то, что это становится модно. Строить всех этих роботов, строить умные железа, это становится круто. Это намного прикольнее, чем работать в Google, которая теперь становится новой корпорацией зла. Поэтому, если правильно потенциальным кандидатам всю эту историю продавать, я думаю, что у вас не будет никаких проблем. Но это, конечно, тема для отдельной большой беседы. Это, как любой подбор кадров, за две секунды не ответишь. Спасибо, Валерия. Сегодня мой вопрос о секс-роботах. Скажите, при возникновении общедоступных человекоподобных секс-роботов, как изменится социум? Пропадет ли проституция как класс? Пропадет ли необходимость в межгендерных отношениях вообще? Ну и пока мы рассуждаем на эту тему, хотелось бы догонить вопрос об этике. Вот сейчас за наличие паронографической картины как 13-летнего ребенка идет уголовное наказание. А за наличие секс-робота, который выглядит как 13-летний ребенок, пойдет ли наказание вообще? Это как этично, легально, неэтично, нелегально. Этично, но нелегально. Нелегально, но этично. Ну и так далее. Прекрасный вопрос и как бы базово все вопросы этики, вопросы некой социальной ответственности. Опять-таки технологии традиционно очень мало над этим задумываются, но я считаю, что для всех лучше, что вот чем раньше рынок начнет над этим задумываться, чем лучше всех. Чтобы вот он не доходил до точки, когда уже все плохо, все умерло. Я не знаю, кого-нибудь там кто-то умер или еще что-то. И тогда приходит государство и железной рукой регулирует так, что рынок, не дай бог, заканчивается. То есть я считаю, что просто системно очень правильно в этом занимать проактивную позицию, хотя бы просто про это думать. Здесь я всегда, как бы, я придерживаюсь золотой середины. Есть такие люди, которые то, что называется лейзер с фейер, да, то есть пускай творят, что хотят, как-нибудь рынок сам разберется, невидимая рука, в том числе и в этических вопросах. Не верю, да. Есть противоположная сторона, которая считает, мы все умрем, завтра появится терминатор на улицах, нам будет плохо, как бы прощай человечество, как бы пошли опять там смотреть в кинотеатр очередной фильм про Армагеддон. Я хочу быть где-то посередине, да, и мне кажется, что это почти всегда самая правильная позиция. Я не верю в обозримом будущее в массовое проникновение антропоморфных роботов, да. Вот у человечества есть объективно более насущная проблема, вода пресная в мире заканчивается. Я предлагаю над этим больше людям подумать, да. И при этом я вспоминаю опыт предыдущих технологических индустрий, вот сколько было страхов по поводу радио, сколько было страхов по поводу телевидения, сколько было страхов по поводу всего, по поводу как бы железной дороги. Ну, это же не происходит в одночасье, да, как бы вырастают некие новые поколения, которые как бы привыкают к этому там уже с молодых ногтей. То есть я все-таки считаю, что нужно давать некое время технологиям, и действительно большое количество вещей оно образуется само по себе. Еще раз, это не значит, что это нужно пускать на самотек, но я против вот некой такой паникерской позиции, что вот как бы все плохо. Второе, ну, все очень боятся этих атерпоморфных роботов, это, понимаете, когда они станут самостоятельными, когда появится искусственный интеллект. Ну, я не знаю, ну, боюсь, даже мои внуки не увидят как бы полноценного искусственного интеллекта, да, если они у меня будут. И вопрос в том, что, а когда это управляется человеком, ну, чем это отличается от ножика, да, классический пример, ну, ножик, да, ну, можно хлеб порезать, можно человека заколоть, да, к сожалению. Ну, просто это уже не модная тема обсуждать, ну, там, иногда мы, конечно, обсуждаем, там, владение холодным огнестрельным оружием, но, в принципе, пока нет в нем какого-то великого искусственного интеллекта, это инструмент. И мы совершенно спокойно можем воспользоваться опытом предыдущих технологических индустрий для того, чтобы, ну, разрулить вот все эти этические, как бы, законотворческие проблемы. Слушайте, я, что касается секс-роботов, слушайте, я про них мало знаю, честно скажу. Я знаю, что они есть, я никогда не видела трехлетних, как бы, секс-роботов, и у меня просто есть, как бы, знаете, такое ощущение, что это настолько мало и настолько маргинально, что, ну, как бы, ну, нечего пока регулировать, и как-то, ну, мне кажется, просто пока, честно скажу, ни у кого-то даже не пришло в голову, включая меня, сформировать свою позицию по этому вопросу. Мне кажется, мне кажется, что его пока не существует, хотя, возможно, я честно говорю, что я недостаточно осведомлена, но я, как бы, ну, просто не приходили ко мне за инвестициями производители секс-робота, врать не буду. Доброе утро, спасибо, потрясающие лекции, роботы клевые. В общем, вы сами сказали то, что Makers Revolution толкнуло рынок от условной моногенности к гетерогенности, мелкосерийное производство в Китае, все, кто хочет, что производят, индивидуальные 3D-принтеры. Однако, вот в США, допустим, государство уже вступило на регулирование этого рынка относительно, допустим, запретили чертежи либерейтера, ну, пистолета, собственно, который можно сделать на 3D-принтере. Я прошу ответить вас на два вопроса. Как обстоят дела в плане распределения долей рынка производства в Китае, если вы можете что-то сказать, и вероятность риски монополизации рынка производства, которые обеспечили Makers Revolution вообще в целом? Насколько можем прийти к тому, что государство или корпорации смогут контролировать большое количество частных идей за счет контролирования рынка производства? Спасибо. Спасибо. Вопрос такой 1984. Когда, уточнение, когда вы имеете в виду монополизацию рынка производства, спрашиваете про доли рынка, вы имеете в виду доли рынка разных фабрик Китая, долю Китая, или что конкретно вы имеете в виду? Значит, коротко, Китай. Он по-прежнему остается мегкой производства, но там есть ряд проблем. То есть помимо проблем с окружающей средой, которые заставляют правительство и население несколько пересматривать свое отношение к темпам происходящего производства на территории страны, объективно за счет внутреннего недовольства населения и каких-то общеглобальных процессов там вырастают зарплаты достаточно сильные и достаточно быстро. В общем, все идет к тому, что Китай не единственная страна, где можно делать хорошее массовое производство. Да, она пока что самая лучшая. Слушайте, есть та же Мексика. Вот компания Фредеработис, которую я употребляла, которую я упоминала, она как бы изготавливает своих роботов в Мексике, и все нормально. Как бы граница за углом, потому что у них офис R&D в Сан-Диего, и все довольны, все счастливы. При том, что еще раз мелкосерийное производство, оно сейчас очень активно развивается в разных странах. Чтобы изготовить 2-3 тысячи штук, вообще больше не нужно ехать в Китай. Есть огромное количество небольших фабрик в Америке, в Европе. Иди к любой, их полно изготавливай, у кого хочешь. То есть то, что Китай монополизировал производство, я а, не верю, б, он вполне возможно останется лидером еще надолго, но то, что это совершенно точно не единственная альтернатива, и то, что его привлекательность будет снижаться в силу большого числа экономических и каких угодно общественных факторов, я как бы не сомневаюсь, что это будет происходить. Если говорить вообще в принципе как-то про некую монополизацию, чуть-чуть отклоняюсь от вашего вопроса, просто мне кажется, это важный месседж, который хочется сказать. Вот сейчас Google зашел на этот рынок, Apple выпустил Watch, ну, в общем, как бы там Samsung, ломанулись большие корпорации, очень многие спрашивают, а что, все, да, мы уже все пропустили, да, то есть как бы все, большие ребята заняли всю поляну, и нам больше нечем заняться. Еще раз возвращаюсь к своей мысли. Ну, мы просто вот не, мы даже вот не scratch the surface, да, то, что называется. То есть это находится, вот несмотря на свои масштабы, оно находится в настолько зачаточной стадии развития, и объективно все идеи, да, все стартапы, все большие компании, которые я вижу, огромное количество MeToo-проектов, все делают одну и ту же домашнюю автоматизацию под одним и тем же углом, пытаются делать одних и тех же тронов, одни и те же фитнес-браслеты, и как бы, ну, ребят, ну, как вы сейчас собираетесь конкурировать? Пока еще очень небольшое количество предпринимателей пытается выйти за пределы вот этих вот уже ставшими популярными бизнес-вертикалий и подумать о чем-то принципиально ином. То есть и даже с точки зрения больших корпораций я совершенно точно не боюсь никаких монополизаций. Что касается контроля государства и всего остального, ну, слушайте, я как бы, у меня нет четко сформулированной позиции относительно 3D-печати. Я считаю, что, наверное, порегулировать 3D-печать оружие как бы не так плохо. Еще раз, я уже сказала вот эти на предыдущий вопрос. Я за золотую середину. Я не считаю ни что государство должно полностью отстраниться, и не считаю, что оно должно все зарегулировать насмерть. Про золотую середину легче говорить, чем делать, но, опять-таки, я как бы не считаю, что это некий недостижимый стандарт. Просто хороший пример. FFA, Federal Aviation Administration, в США начали регулировать рынок дронов. Слушайте, ну все как бы очень цивилизованно. Рожали очень долго этот законопроект, это факт. Что, честно говоря, не мешало индустрии дронов, в общем, потихоньку развиваться. Поговорили с участниками рынка, публично выложили первую версию, собирают комментарии, уже выпустили новую улучшенную версию. Слушайте, как ни странно, в общем-то, все участники рынка довольны. Это как бы парадоксально, да, вот они довольны действиями государства, как бы хорошая стартовая точка, там, в следующей версии законопроекта сделаем еще лучше. Поэтому, как бы, есть примеры совершенно нормальной кооперации, я не вижу, опять-таки, чем регулирование, все вот эти свободы слова, да, все вот эти немножко такие, тоже может быть, как мне кажется, слегка паникерские позиции, но они ничем не отличаются от любых других технологических индустрий. Ну, посмотрим на их опыт, ну и рано или поздно применим их, как бы, к индустрии робототехники. Я не вижу здесь чего-то неразрешимо сложного. Доброе утро, Валерия. Я сегодня утром на бейджике написала, мне нужен робот, который повышает уровень счастья. В связи с этим вопрос. Какой робот нужен вам? И мини-вопрос. Что на вашей работе повышает ваш уровень счастья? Желательно одним словом. Все, спасибо. Особенно вторая часть вопроса хороша. Первое, я схитрю и отвечу то, что я уже говорила. Если это, слушайте, абстрактный вопрос, абстрактный ответ, все честно. Я хочу робота, который упростит мне жизнь. Вот если появится робот, неважно какого вида это будет, гаджет, который поможет мне, потому что все смартфоны, планшеты, они плохо с этим справляются, если он поможет вообще мне с сортировкой контента в самом широком смысле этого слова, причем же клатор, он не только цифровой, он же как бы вокруг нас. Это была попытка, Google Glass хотел это сделать. Хочу робота, который снизит уровень моего информационного стресса, возвращаясь к вашему вопросу счастья. Это очень абстрактно, но мне кажется, что это прикольная идея. Если говорить про счастье на моей работе, одним словом, давайте я еще подумаю, а вы меня потом еще раз спросите, если вы не опаздываете, ладно? Валерия. Да. Валерия, здравствуйте. Спасибо за интересную лекцию, я здесь. Вопрос, на самом деле, вот касались уже этого всего, вопрос родился из вашей же лекции. Вот смотрите, вы говорили о том, что, допустим, люди, ну, наверное, у людей в голове вот есть шаблон, с которым они живут из фантастики, да, из кинофантастики, то есть они ждут какую-то там, что им кибернетическая рука так протянет, скажет, привет, я тебе буду помогать. Протянешь банку пиво желательно. Ну да, сейчас мы видим другое, то есть это вот к бытовому, да, вопросу, а сейчас мы видим другое. Вокруг нас, на самом деле, мы заходим в магазин, планшеты, да, там айфоны, айпады, роботы, пылесосы. В интернете можно купить роботов, мойщиков окон, я их видел, вполне рабочая штука. То есть это все уже есть. Вот эти вещи, которые нам как бы должны быт, скажем так, облегчить. Ведь, наверное, для многих самый главный вопрос, это, ну, чтобы облегчить быт, да, ты приходишь, у тебя все постирано, все поглажено. Такая же история LG, да, они свою операционную систему разработали, да, которая вам присылает нотификации различные, типа я постирала там или еще что-то. Так вот, вот эти все нотификации, о чем вы говорили, что это перегрузка, да, дополнительная перегрузка информационная, возможно, мы должны сейчас ожидать не универсального помощника, а универсальную операционную систему, которая возьмет на себя вот все эти нотификации, все это управление, и, грубо говоря, я смогу на своих одних там часах как-то очень легко этим вот жонглировать абсолютно. Просто. Как вы считаете? Ой, это очень хороший вопрос. Знаете, такой вопрос на миллион долларов. Знал бы прикуп, да, нашел бы предпринимателя и попросил бы его разработать операционную систему или бы в нее проинвестировал. Мне кажется, тут вопрос из двух частей, как бы, ну, я хочу ответить в двух частях. Значит, первое, я согласна, что, как бы, есть некий-то некоторый бардак, да, вообще со всеми этими умными гаджетами, в том числе с устройствами в сфере умного дома. Рано или поздно, конечно, настанет мир, когда все будет работать плюс-минус само. Это, вот я в это верю, но это очень, ну, не скоро, да, я думаю, даже лет через пять этого не наступит. До этого мы, к сожалению, правда, будем находиться в какой-то промежуточной точке между совсем тупым миром или вот между совсем суперумным автоматизированным. Если говорить про эту операционную систему, я, как бы, вот что вижу в этом? Первое. Вы совершенно правы в том, что софт рулит. Вот, несмотря на все разговоры про гаджеты, про прототипирование, про всю эту историю, вот то, что я, как бы, вижу и буду видеть еще больше, вот, как бы, за все это время, главный дифференци... Ну, как бы, робот без софта, он, это круто-железо, да, и то, что, вот, позволяет людям дифференцироваться, вот то, что hardware, оно становится commodity. Его, в принципе, да, стандартные компоненты, как я сказала, его очень легко скопировать, произвести в Китае, ну, как бы, в принципе, более-менее любой. Мы не берем редкие случаи, когда есть прям вот intellectual property, да, ну, понимаем, что это, ну, это, скорее, компания-исключение, а большие технологические инновации, которые прям вот запатентовать и залиционизировать всем, ну, это, как бы, другие R&D-бюджеты, это появляется не так часто. Поэтому главная дифференциация, главный интеллект, главные конкурентные преимущества любого умного гаджета – это, правда, софт. И основное, конечно, как бы, самое интересное, я ожидаю там, это, знаете, просто это софт, у которого, знаете, появились такие физические актуаторы, да, то есть, если софт раньше жил просто в голове компьютера, теперь у него появились некие условно щупальца-сенсоры, и теперь все то же самое, только, как говорится, не понарошку, а вживую в настоящем мире. То есть, это очень powerful штука. Что-что? А, прекрасно, я, кстати, хотела его упомянуть, да, то есть, фильм «Она», и он, на самом деле, к вашему предыдущему вопросу по поводу этики, по поводу отношений с роботом и так далее, где там нет роботов, но у человека есть только голос виртуальной операционной системы, прекрасный голос Карла Техомсона, в который он влюбляется, и вот дальше по этому поводу фильм, да, как бы фильм с кинематографической точки зрения слабоват, но с точки зрения научных идей, да, неких, этических, его, как бы, очень стоит посмотреть с этим, с Хакином Фениксом. Я в универсальную на текущий момент не верю, мне кажется, что это связано с вопросом некой стандартизации, да, если даже посмотреть на «Умный дом», там бардак, там бардак протоколов, там есть Zigbee, там есть Z-Wave, там есть Wi-Fi, там кто-то пытается по Bluetooth, то есть я думаю, стандартизация рано или поздно настанет, но мне кажется, это все-таки больше такой органический процесс, то есть сейчас прийти и сказать, ребята, вот универсальная операционная система, все пошли и подписались под нее, опять-таки, как показывает опыт других технологических индустрий, так, скорее всего, не будет, и опять-таки возьмите те же мобилки, как минимум есть iOS и как минимум есть Android, то есть она уже, ну формально, это не одна универсальная операционная система, то есть мысль правильная, как бы сама по себе, но она такая, мне кажется, будет больше инкрементальная и больше долгосрочная, не будет вот «Тадам» и универсальная операционка. Друзья, последний вопрос мы задаем и заканчиваем. Валерия, доброе утро. Мой вопрос как бы противоположен предыдущему. Вы сказали, что вряд ли в будущем скоро появятся человекоподобные роботы, но внедряя настолько глубоко и настолько повсеместно робототехнику в нашу жизнь, сами ли мы ими не станем, то есть перепоручая некоторые порой скучные, порой иррациональные задачи, мы не теряем свою человечность? Спасибо. Люблю я такие вопросы. Вот неделю можно по этому поводу рассуждать. Ну, знаете, честно, у меня нет готового ответа на этот вопрос, и это как бы действительно вопрос, на который я сама все время думаю. С другой стороны, опять-таки, вот замечательная книжка, которая здесь лежит, вот она как раз про то, как вот уже интернет, да, то есть они пишут про последнее поколение, которое еще помнит жизнь интернета, которое еще помнит, как это в горах без смартфона, как бы, а сейчас, упаси Господь, ну, в самолете даже спокойно не посидишь, везде Wi-Fi появился, ну, то есть как бы совсем до свидания. А как бы, и вот поколение уже не помнит эту жизнь до интернета. То есть это просто вопрос всегда, ну, то есть как много мы уже потеряли с предыдущими технологическими волнами, да, потеряем ли мы еще больше, что мы, как бы, произойдем с вами. С этим есть большая проблема, это, опять-таки, все происходит очень инкрементально. Не так, что мы завтра проснулись, вот то, что вот Singularity is Near, да, Рея Курцвилла, не так, что мы завтра проснулись, у нас процессор в мозгах, и мы стали киборгами, да. Это как-то вот, как-то происходит очень, очень постепенно, поэтому, ну, это сложно оценивать, за этим сложно следить. Ну, главное, что мне действительно кажется, просто еще раз очень важно, ну, этим вопросом просто задаваться. Я сама, как говорится, ну, в некотором смысле, вестник технологического прогресса, но я, конечно, ну, боюсь прогресса ради самого прогресса, когда люди просто вот безоговорочно машут флагом и выступают за автоматизацию и как бы вот всего и вся, без какого-то вот включения мозга, чтобы, ну, человеческий мозг, он не успевает адаптироваться к технологиям так быстро, как мы их, как он в состоянии их изобретать. Я не думаю, что здесь какая-то золотая пуля, ну, то есть серебряная пуля, какое-то универсальное решение. Мне просто кажется, ну, нужно пытаться об этом думать и соблюдать какой-то баланс. Спасибо огромное. Валерия сказала, что у нее есть с собой визитки. Если вам хочется получить прямые контакты, это можно сделать.